И передаем вам... Спасибо. Добрый день, Татьяна. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад, что вы сегодня пришли на наш сегодняшний день. Он действительно немножко будет отличаться. В этот раз вообще речь пойдет не о ББС, не о каких-то наших проектах, а под эгидой развития информационного специалиста я поделюсь своими размышлениями об информационном ландшафте нового общества, каким оно возникает, и прежде всего, не побоюсь этого слова, философских аспектах, на мой взгляд, самых таких основательных и глубоких, которые нам надо учитывать в нашей деятельности. Потому что меняется общество, и те, кто его меняет, это на самом деле мы с вами. И вот социальные сети, это не та тема, которая непосредственно касается нашей, наверное, вашей деятельности, больше к нашей повседневности относится, но на самом деле это вот некая уже конечная точка, которая проявляет весь предшествующий, прошедший путь. И это говорит об очень многих особенностях и нас с вами, нашего мышления, нашего общества, которые, мне кажется, можно учитывать. Вот. Ну, а начал бы я с такого лирического воспоминания, и думаю, что у нас аудитория вполне соответствует и моему опыту, и возрасту 50+, где есть что вспомнить, в том числе и с детства. Если вот мы с вами будем наше детство вспоминать, то там много найдется прекрасного, кроме компьютеров, и вообще всего, что сегодня нас окружает в таком огромном, мощном присутствии. Вот я вспоминаю, как я начинал учиться, и скажу так, даже вот самых первых шагов у нас не было даже калькуляторов. Это была такая вот экзотика. И где-то только в 10 лет вообще в широком использовании как-то они стали маячить. Причем нам запрещали использовать их в школе, как вот такая ненужная подсобка. Потом, я знаю, все стало по-другому. Не говоря уже там вообще о более высоких технологических сооружениях. Вот. Но у меня отец был инженер сам, и тоже вот увлекался такими всякими техническими новинками. И вот в 13 лет я узнал, что такое ЭВМ. Это была первая, ну, единственная советская разработка электронно-вычислительная машины. Вот я ее изображение специально представил. А вообще там эта приставка прикреплялась к большому семейному телевизору, и что-то там можно было в виде Тетриса или еще проще что-то на ней изобразить. Вот. И только где-то когда мне было 25 лет, уже такой возраст, можно сказать, многое что заканчивается, вообще я узнал, что такое компьютеры. Появились домашние компьютеры. У меня появился какой-то первый компьютер и принтер. Я помню это все очень свежо. Это уже был весьма-весьма зрелый возраст, где я во многом уже и как ученый кем-то стал, и всему обучился, чему должен был обучиться. А вместо этого на фоне вот той моей жизни библиотека, библиотека, библиотека. Это подготовка диссертаций, дипломов. Все это с утра до вечера в библиотеке, и неоне, и так далее, в МГУ. Вот. Сейчас, наверное, у такого ровесника, 25-летнего, совершенно другой фон воспоминаний. Вот. Тем не менее, все быстро начало здесь расти и наслаиваться. Очень было интересно. Я работал в университете. И вот 30 лет, наверное, возраст, когда мы осознали, что появился и есть такая штука, как интернет. Это уже было на фоне работы там в библиотеке или в компьютерном зале. И тоже в таком очень-очень простом виде. Чуть-чуть дальше, 32 года, я увидел компакт-диск немецкого издательства Direct Media Publishing по истории философии. Меня эта электронная библиотека оригинальных текстов очень впечатлила и мотивировала дальше копать в этом направлении. И вот тут я эту галочку поставил. 35 лет, когда я основал издательство Direct Media в Москве. Вот. Как видите, 25 лет, когда практически только узнал о том, что компьютеры пришли в нашу жизнь более-менее. И 35 лет, когда я уже основал компьютерное издательство. А там уже был очень интенсивный фон. Компакт-диски, горбушка вспоминает. Так называемый домашний рынок, на котором мы работали. То есть создавали вот эти компакт-диски с электронными библиотеками. Тут уже гремели слова Microsoft. Это уже за спиной практически то, что называется рынок .com в США 2000 год. И вот его первое крушение появились. Мобильные телефоны тоже не сразу с годами. И вот, наверное, следующий момент. Это 40 лет. 2007 год, когда уже пошла работа. Первые попытки перенести вот этот контент, с которым мы работали, в сеть интернет. Возникают электронные библиотеки в этой сети интернет. И мы создаем свой первый проект Библиоклуб. Еще немножко. 44 года, 11 год, проснулись университеты. И уже вот эта вот наша платформа, которая что-то с собой тогда представляла, университетская библиотека онлайн, пошла в университеты, конференции. Там уже речь шла о больших, крупных научных агрегаторах. Это уже очень похожий ландшафт, в котором мы существуем сегодня, 11-й год. Ну, а дальше практически основные, я бы сказал, изменения не на университетском фронте, о нашей повседневной жизни. 46 лет уже совсем недавно. Это соцсети заявили о себе, и даже скептики начали в них ходить, фиксили там, регицы, фейсбук, одноклассники, вконтакте. Еще немножко, и всерьез пришлось отнестись и к мессенджерам. И тоже, если сначала было очень странно, этими пальчиками быстро простые фразы набирать, когда их можно было просто, набрал номер и сказал в течение одной секунды. Вот сначала как-то вот очень странно, эти смс и мессенджеры я воспринимал, ну, а теперь вот понятно, что был неправ. И практически, ну, вот трудно, что в этом ландшафте может теперь удивить, что может новое возникнуть. Сильно нового последние 10 лет, как я говорил, уже нет. Вот. А вот если вот эту всю перспективу брать с 10 лет, то есть, ну, вот жизни нашего поколения 50 лет, то, конечно, кажется, что эти изменения фантастические. Много абсолютного нового. Мобильный телефон, интернет, компьютер. Вот это вот трудно представить сейчас, эту жизнь, и действительно, мне кажется, это большие изменения. Вот если взять и опрокинуть с момента моего рождения, опять 50 лет назад, и если бы мы оказались где-то в 914 году, скажем так, или 15-м, вот в этом промежутке, конечно, вообще другая жизнь была. Две мировые войны, смерти, ужасы, сталинизм, террор, ну, социально-гигантские изменения. А вот в техническом плане, я бы сказал, что вот то поколение бы не похвасталось таким изменением. То есть, ну, вот что было в 15-м году, оно примерно и оставалось, да, ну, может быть, авиация там какие-то, все это мощи прибавило и стало таким индустриальным. Вот, ну, индустриальная эпоха, вот, 50 лет, которые были до цифровой эпохи, ну, не настолько, как мне кажется, впечатляющие. И, как мне кажется, вот те внутренние импульсы, которые нам дали информационные технологии, как они меняют наши внутренности, вот этого в индустриальном обществе не было. Хотя, тут другие факторы, вот две эти войны, убийственные, это тоже, конечно, связано с нашим мышлением. Вот, так что попробую свое видение вот этих вот глубинных измерений, что на самом деле изменилось, да, мы не всегда понимаем, для этого нужны философы. И попробуем позвать их на помощь. Вот вы, наверное, знаете фразу Гегеля о том, что философия может обобщать только уже произошедшее, она не может предсказывать. Как он говорил, совами нервы вылетает только с наступлением сумерек. Вот, на мой взгляд, как я анализирую философию современную в нашем плане, как раз те вещи, которые мы сегодня имеем, предсказали философы прошлого поколения и вплотную подошли. А философы нашего поколения, но пока они мне ничего не сказали, ничего я не нашел, что мне могло бы помочь объяснить реалии наших дней. Вот, поэтому думаю, это очень интересно. Ну и главное, я хотел бы не просто тут воспоминаниями делиться, да, а немножко погрузить такую теоретическую мысль нашего поколения. И здесь несколько таких мощных философских пластов бы я выделил. Да, ну, во-первых, 20 век, вы знаете, это век лингвистического поворота в философии. Да, символ у него такой есть, Витгенштейн и его философский трактат. Вот этот вот поворот очень много нам поможет понять в том, что у нас изменилось, и он вызвал к жизни ну, такие гигантские философские пласты, опять будем таким геодезическим термином оперировать, связанные с семиотикой и языкознанием. Вот, я считаю, это совершенно наука, которая там для теории общества, психологии абсолютно необходима. Вот, и здесь опять-таки ключевой пункт теории знака и имена, которые связаны с семиотикой. Чарльз Пирс, Фердинанд де Сассюр, Чарльз Моррис, вот это гиганты, которые здесь пробили шоссе и дороги. Еще одна совершенно специальная огромная важность шоссе и дорога Венская школа. Фреге, Карнап, Куин, Сёрл, практически все разработки в плане компьютерной логики и программирования, создания искусственных языков, вот это все начинается с этой тропинки. Ну, а в социальном, преломлении в социальной области это огромная, великолепная плеяда ученых-философов в структурализме и по структурализме. Левис Тросс, Роланд Барт, Пьер Бурдье, и уже мы подступаем здесь к постмодернизму. Московская Тартуская школа Юрия Лотмана тоже это одни из лидеров и пионеров вот этого направления. Вот огромный пласт очень нужных знаний, открывающих нам прозрения. И еще одна самостоятельная межконтинентальная трасса аналитическая философия запущенная Вингенштейном. Практически вся американская философия современная идет по этому пути. Вот но приближаемся к нашим вещам. Вот здесь это нам будет еще ближе и важнее Франкфурт школа Адорна Карлота Апеля Юрген Хабермас. Это совершенно самостоятельная ветвь касающая прежде всего социальные мысли но и теории познания особых эпистемиологических гносиологических путей связанных с трансценитальной универсальной прагматикой. Вот эти вещи я совсем буквально кратко постараюсь своей речи тоже затронуть но это конечно предмет более глубоких каких-то студий. Вот и мы подошли к тому что уже непосредственно окружает нашу тематику коммуникативная социология Никласа Лумана вот когда я говорил что есть философы которые действительно предсказали и нашли ключ к тому что происходит я имел ввиду конечно Никласа Лумана на мой взгляд именно здесь произошло смыкание того модели которые позволяют нам понять наше современное общество и философского ракурса но в плане какой-то объяснительной и иллюстративной тут конечно теория информации Клода Шеннона чисто технологическая уже линия которая направляет развитие компьютерной всей этой сферы в плане социологического осмысления социологии информационного общества Мануэля Кастеса вот пожалуй самое последнее самое современное имя которое мы можем назвать существенное единственное живущий среди всей этой плеяды ну и действительно описывающие уже наши времена вот такая вот плеяда или пассианс направления философской мысли которые помогут любому который хочет здесь разобраться раскрыть информационный ландшафт современного общества ну а приходим мы в результате вот этой всей эволюции к понятию чего информационного общества которое мы хотим объяснить информационное общество назовем его общество быстрых коммуникаций то что мы сегодня имеем и вот это вот исследование языка семиотики геносиологических социальных вещей в конце концов приводит нас к понятию коммуникации и общества новой коммуникативности вот что они должны нам понять и объяснить общество в котором смысл информации давлеет над вечностью и пространством и вот эти вот коммуникативные вещи они так достаточно незаметно и весьма стремительно проникли в весь наш новый мир вот он развивается я считаю под эгидой тезис Лумана общество это коммуникация общество это коммуникация раз коммуникация это у нас сегодня как раз то что так стремительно придумывается и внедряется в нашу жизнь то и общество соответственно так же и если мы уже посмотрим на сегодня как итог действительно результаты очевидны уже для каждого в политическом измерении мы имеем совершенно другого типа общества чем было там лет сто назад глобализация прозрачных границ в экономическом измерении это финансово коммуникативная слитность экономик всего мира это мобильность рынков труда и капитала вот это вот такая скажем некая экономическая коммуникативная скорость в социальном измерении тоже совершенно другое общество чем то что пытался описать Карл Маркс с разрушением классовых делений вертикальных иерархий с ростом и доминированием горизонтальных скоростных информационных потоков на более глубоких таких стабильных социальных уровень семьи тоже такая же динамика неустойчивость мобильность разводы равенство мужчины и женщины уход патриархата человек и на этом уровне себя уже ощущает совсем других понятиях и традициях ну и даже на уровне персоны когда мы находимся сами сами с собой мы уже тоже совсем другие индивиды чем были когда-то на нашем месте и здесь все перечеркнуло и сменило тренды индивидуализации сингуляризации каждый становится самодостаточен и в юридическом правовом статусе общества это вылилось в представление о правах человека когда личность становится меры вещей и общество в общем вот если это все вот вместе собрать то конечно мы понимаем что мы живем совершенно другом обществе и мы сами стали другие и вот вопрос в следующем почему происходят эти изменения а потому что мы думаем и коммуницируем по-другому и как я сказал ключевой ответ на этот вопрос нам даст понятие коммуникации понятие которое философии еще практически 50 лет назад просто не было или это было очень рядовое какое-то такое явление вот а здесь на схеме я как раз изобразил вот это движение мысли лингвистический поворот который осмысливает языковое взаимодействие коммуникативное взаимодействие это прежде всего Луман и Хабермас вот у них эти понятия наконец-то начали занимать какое-то приоритетное место вот и уже как итог когда пошли и обмены информацией и стало очевидно что общество которым мы оказались это информационное общество и возникла теория информационного общества вот ну здесь я привожу ключевые понятия да мы будем тоже из этой парадигмы смотреть на вещи общество это коммуникация а коммуникация по Луману это единство информации сообщения и понимания трех таких базовых функций причем информация его представления это изменение состояний сообщение это передача информации которая была понимание восприятие сообщения ну такая вот у него красивая схема в общем всеми всеми приемлемо вот ну Луман я бы отметил чем его теория почему она имеет исключительное значение для понимания современного общества то что он как известно последний из тех кто строил такие вертикальные гигантские системы объясняющие все и вот это понятие коммуникативности он провел с самых азов с понимания сознания как оно функционирует как некий уже сказал бы предтеча компьютера да и с переносом этого на общество и ну это вот его здание которое он построил оно конечно гигантское вызывает восхищение вот Юрген Хабермас немножко в другом выдвинулся он его акцент был на коммуникатив на коммуникативное действие и взаимодействие то есть действие направленное на понимание и вот с точки зрения вот анализа всего что выходит отсюда он тоже конечно выдающийся выдающийся мозг современности вот ну и наконец Мануэль Кастельс его аналитика интересны тем что уже он ну практически схватил все эти результаты и представил их в картине которой действительно мы согласимся что это картина объясняющая наше окружение с всеми этими социальными трендами явлениями то о чем мы постоянно говорим говоря о информационном обществе или сетевом обществе обществе информационных обменов вот вот это вот здание мысли которое поможет нам ориентироваться ну а я практически остановлюсь только на нескольких таких ключевых моментах этой картины почему новое почему мы другие и мыслим по другое кодовое слово здесь информация а то новое чего не было раньше я бы сформулировал тезисно так то что сегодня основание принятия решений и действий не знание а информация вот тезис предполагающий разъяснение конечно вот но здесь я знание понимаю прежде всего такое человеческое знание основанное на интуиции понятия опытах качественное представление о состоянии вещей мы знаем это такое наше особое состояние вот а информация это нечто из совсем другой области но здесь бы я противопоставил что это прежде всего количественная обработка данных а не качественная представляющая определенность по какому-то вопросу и когда я говорю вот это что основа принятия решений действий становится постепенно информацией не стане имею ввиду тот тип в виде простого примера кейса когда какое-то политическое решение принимается на основе соцопроса если раньше бы государственный муж так вот почистал в голове подумал сопоставил и какое-то собственно основанное на собственном опыте на собственном знании решении предоставить то сейчас он смотрит результаты вопрос ага за это там 70% за это 30% ну понятно как нам действовать вот такой простой совершенно выхлоп но он уже говорит о том что здесь доминирует информация и формы бытования информации совсем другие чем формы бытования знаний ну знания это понятия категории теории и так далее а вот информация это совсем другое базы данных метаданные алгоритмы то есть дерево растет совсем из других корней но в нас оно встречается и вот если спросить такой вопрос вам мы хотим получать знания или информацию что что мы выбираем если вот у вас есть свои мнения можете там написать так если я смотрю тут не очень меня слышно постарался погромче да да вот нам хочется иметь дело со знаниями потому что знания это человеческая размерность информации если их так сопоставлять это нам родное близкое но мне кажется это все уже ушло что на самом говорим да знанием а на самом деле мы уже тоже даже повседневной жизни отталкиваемся как правило от информации и вот когда я езжу там метро и смотрю как все там уставились или ставят там инстаграм эти щелк 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 вот для меня это очевидно что выбор уже сделан форму в направлении информации потому что здесь можно получить только информацию методом щелк щелк а вот углубляться и получать знания это уже очень особый такой модус не все не все хотят в него переключаться а вот это нас совершенно новый коридор направляет и даже если так сходу сходу оценить первое что я вам скажу понятие информации чужда истина и ложь чужда добро или зло это уже совсем другой плоскости когда мы отказываемся от пути знания идем по пути информации вы должны прежде всего уяснить именно это в то же время а может быть знание без информации не может потому что знание тоже основан на информации не так просто все друг от друга отщепить и на самом деле часто ли в жизни мы нуждаемся в знании если мы задумаемся абсолютно не часто очень часто как раз наши действия опираются на какие-то алгоритмы на какие-то там привычки и в конце концов тоже на информацию то есть какие-то внешние мотивы и поводы в отличие от знаний которые всегда подразумевают внутреннюю какой-то сопричастность некую глубину некую там некое копание и так далее вот на самом деле знание в нашей жизни и раньше присутствовало очень-очень не в большом объеме ну а сегодня пошло все вообще наперекосяк перейдем к предмету наших наших размышлений сети да что такое сети я вот их недаром в виде клубка такого изобразил вообще социальные сети это модель общественной коммуникации на макро и микро уровень в целом это всегда было такое знакомое понятие и вот в этом виде тоже правда в 20 веке очень обширное теоретическое направление в американской социологии когда исследователи исследовались вот такие повседневные социальные сети они как правило изображаются в науке с помощью теории графов язык сетевой коммуникации вот то что на фоне это вот как раз отражение сетей вы видите здесь V1 V2 V3 вот эти вот группочки да группирования это вот так и называется клубки так что змеи не зря здесь появились вот это обычные сетевые коммуникации повседневности то есть межличностное взаимодействие между конкретными людьми но как сети вошли в науку прежде всего через определение их как слабых социальных связей вот первый теоретик Гарфинкель связи основанные на легких коммуникациях то есть это вот совершенно простые вещи там те люди которые отводят детей в детский сад да вот одна сеть или это могут быть клубы сообщества кластеры там кланы очень разные форматы таких но их предпосылка что это не те прочные какие-то связи которые вообще через всю жизнь идут которые имеют какую-то такую подпорку стабильности вот для того чтобы осознать что такое сети нужно нужна предпосылка оставить за скобками социальные условия коммуникации отказаться от них что я имею ввиду то что вот раньше такие слабые социальные связи традиционном обществе они были почти немыслимые вот даже возьмем как пример опять-таки такое социальные среда аристократическая где пиры клубные пиры всякие встречи были да вот даже то что несмотря на то что это было общество очень узкое аристократическое в нем немыслимо было чтобы один появившийся там познакомился с другим то есть он обязательно должен был представлен этому лицу с каким которым познакомился то есть социальные условия коммуникации здесь были первичные вот так встретиться человеку друг к другу они обязаны пройти мимо и просто не знать друг друга даже если они всегда друг друга знают вот у нас тоже остались такие остатки этого представления ну например что на остановках знакомиться нельзя особенно девушку да почему потому что социальные условия коммуникации так диктуют нормативы вот а если вот мы начнем вот от таких вот жестких институциональных рамок освобождаться мы будем получать вот эти сети они будут множиться и возникать то есть окажется можно и на остановках там такую вот некую коммуникацию основать и там и сям вот так они и появляются раньше они не возникли бы в тех же самых условиях вот так что то что мы называем сети это тоже не само собой разумеющиеся всегда присутствующие в нашей жизни вот но это для человека а вот что такое сеть для компьютера совершенно другое сеть это алгоритмизируемое взаимодействие между компьютерами основанное на обмене информацией вот для компьютера сеть это уже базовый способ коммуникации компьютер не взаимодействует иначе кроме как по сети и вот топология сети то есть несколько типов взаимодействия которые и образуют вот всю сетевую инфраструктуру все виды сетей да они образуются теми способами которыми передается информация кольцо звезда шина дерево все они здесь изображены а большие сети это просто умноженные расширенные вот интернет интернет это внутренняя замкнутая сеть вы знаете а интернет это глобальная открытая сеть но по сути дела это просто распространение вот этих моделей вширь а вот что такое сеть для человека в отличие от компьютера да сеть это не единственная форма и даже не главное понятие человеческой коммуникации как я сказал вот это понятие сетей его вообще не было вот философской например мысли его не было даже вообще в социологии все наши основные классики начиная с конта макс вебер и прочее это даже не входило в их орбиту какого-то интереса настолько это несущественно для человеческого общества для социологии было существеннее другое и вот мы с вами вот эти вот пласты ключевые обозначили существенный конечно язык люди общаются посредством языка и человеческая коммуникация лингвистична поэтому понятно почему вот и лингвистический поворот так важен для объяснения человеческой коммуникации но есть еще более ключевые здесь базовые вещи человеческая мысль понятийна философия началась с того что платон нашел понятие идеи вот что нас объединяет смысл идеи понятия и именно на этом основании построена вся гносеология скажем философия сознания канта и все остальное вот то есть долингвистическая философия она вообще для нее и язык это была частность а коммуникация это вообще такая частность что не стоит этому внимания обращать вот ну сегодняшний философ говорит что она была субъектна и не идеологична и когда мы говорим о языковом взаимодействии мы говорим прежде всего о смысловой связи а не сетевой да из языка еще сети сети не возникает и язык объединяет людей не связью а смыслом это совершенно другой тип связи да тип объединения потому что язык не имеет параметров пространства и времени то что обязаны иметь сеть поэтому язык не образует просто вот сеть и сам знак вот когда мы говорим что такое смысл знак связывает означающее с означаемым не методом соединения да как ячейка какая-то а методом замещения смысловым методом это все совсем другом пространстве совершается чем пространство в котором имеет значение сеть язык замещает реальность и поэтому связи языка образуют смысловую систему вот еще одно понятие близкое к нашей области которое отличается от понятия сети система не есть сеть философы системы в 20 веке они тоже никак не выходили на понятие сетей вот то есть из языка сеть никак не выведешь и ничего с ней не построишь а другое дело речь вот речь как раз коммуникативное воздействие во времени и пространстве и вот здесь вот начинаются уже некие коннекты как мы можем выйти на понятие сети связи речевого общения образуют отношения и социальные сети вот эти вот слабые социальные связи которые мы говорили на остановке или там в детском саду или в школе или на работе вот это прежде всего коммуникативные взаимодействия это отношения это и социальные сети то есть вот интерактивные взаимодействия людей в пространстве между собой образуют сети вот А язык и речь для этого – это материал и медиум, посредством которых формируется коммуникативная сеть. Вот почему язык и лингвистическая философия так важна для этой сферы. Но обмен информацией вовне – это не единственная человеческая коммуникация. И мы перейдем сейчас к следующей главе. Что происходит внутри человека? Коммуникация со самим собой. Обмены информацией в мозгу образуют нейросети. Тоже понятие, которое звучит сплошь и рядом нейросеть. Нейросеть – это сеть с многовариантными и мгновенными связями. Ее предмет – импульсы, которые преобразуются в информацию. То есть это нечто другое, обращу внимание, чем сеть, которая в социальном пространстве действует. Это сеть, которая формируется уже внутри нашего мозга, относится к психологии, нейрофизиологии. Вот чтобы, поскольку мы придем еще к понятию искусственного интеллекта, и нейросеть – это тоже понятие, которое сегодня в компьютерной лингвистике используется. Поэтому на нейросеть, сетях тоже остановимся отдельно. Она у нас играет роль некой базовой модели. Биологическая нейросеть, как ученые, объясняет нашу психическую жизнь. Основу нервной системы, как известно, образуют нейроны. Что такое нейрон? Нейрон, вот он на картиночке, выполняет функцию передачи и усиления, или ослабления информации из внешнего мира. По сути, он делает там очень мало чего он делает. Он работает по схеме стимул-реакция, которая нас учит бихевиоризм, и является неким посредником, скажем так, в скобочках, процессором, перерабатывающим внешний стимул во внутренние действия. То есть, внешний раздражитель во внутренние реакции. И вот когда таких нейронов мало, они, мы знаем, свойственны практически всей живой природе, кроме растений и самых-самых простейших. И вот когда нейронов мало, то это будут прямые реакции, какие-то прямые действия. Ну, например, червяк или пиявка. Уколешь, она сожмется. А вот когда много нейронов, вот тогда возникает сложный, непрогнозируемый преобразование информации и на входе, и при выходе. Вот здесь и возникает пространство психической жизни, и жизни животных, и пространство для интеллекта. Человек – это 85 миллиардов нейронов. И, соответственно, здесь рождается миллиарды, даже триллионы пересечений нейронов посредством синусоса, где и создается, собственно, нейронная сеть. И, прежде всего, в мозгу, где две трети всех этих нейронов обитают. И вот мы получили представление о естественном нейроне, и на этой основе, на этой модели, и по этой модели была создана и модель цифрового нейрона. Цифровой нейрон, искусственный нейрон, это некое упрощение, как вы видите, которое отражает ту же примерно схему, когда информация через процессор обрабатывается и передается дальше. Но здесь вот у меня довольно много на слайде разъяснений. Ну, скажем так, что искусственная нейронная сеть – это сеть, в основе которой лежат простейшие процессоры, способные принимать, обрабатывать и передавать простейшую информацию. Вот здесь есть свои тоже первооткрыватели, но не будем слишком углубляться. Главное, что искусственная нейронная сеть выполняет те же задачи. Она собирает информацию воедино, и это ее заслуга, и решает вот те задачи, которые благодаря этому могут быть решены. Задачи распознавания, при фиксации ошибки некой нейронной сеть, способна модернизировать свое поведение, адаптироваться. Вот это называется самообучение. В общем, главная суть, что в отличие от других компьютерных моделей компьютерного поведения, искусственная нейронная сеть решает задачи, связанные не с четкими алгоритмами, как программирование, а способны на адаптивные поиски решений, то есть на самопрограммирование. Вот это вот всех очень сильно возбуждают, и фантастические фильмы там, модели рождаются пока все намного скромнее. На самом деле биологические и математические модели нейросети объединяют только то, что это способы обработки информации. И то, что на сегодня мы можем с нашими технологиями построить, искусственная нейронная сеть, вот которые способны что-то там распознавать у гугла и так далее. Это все достаточно простые вещи. Уровень искусственной нейронной сети сегодня это 10 в третьей, четвертой степени по количеству нейронов, если брать биологическую аналогию, это уровень пиявки. Вот пока этот вот мегамозг, искусственный интеллект, он достиг уровня пиявки в лучших своих достижениях, самых прогрессивных уровня интеллекта мухи. Но он, конечно, имеет будущее. Но что здесь важно, и на что я хотел бы обратить главное внимание. Нейросеть человека образует организм. Это некая наша там физиология. И вне организма нейросети не существует. То есть вот эта вот технология, которая внутри нас создала, нас как интеллектуальные существа, она не может вот выйти там за мои пределы. Все. Переход от биосистемы к психосистемам, к социальным системам, к качественной иной. Это уже не вот эта нейросеть. Все, забыли о нейросеть. Меняется содержание связи. А вот компьютерной нейросети совершенно другая история. Компьютерная нейросеть это некий машинный, математически модулируемый сегмент, который может быть расширен бесконечно далеко. Он может объединяться с другими такими сегментами. Нейросети более высоких порядков. Это сегодня называется многослойной нейросети. И здесь эволюция перспективы просматриваются большие. При этом содержание связи не меняется. Это та же нейросеть, гигантская нейросеть. И вот можно рассматривать развитие экосистемы машинной обработки информации как эволюцию некой нейросети, мега-гигантской нервосети, действительно подобное развитие огромного интеллектуального организма, глобального искусственного интеллекта. Вот если графически изобразить вот так это можно. Сети, которые мы строим, вот эти маленькие елочки, это мы с вами и общество, которое не имеет ничего общества с нейросетью. да, и компьютерная елочка, которая может превращаться в гигантскую нейросеть, и само, ну если бы мы здесь подставили общество, здесь происходит переход от елочки к обществу. Обществ, елочка сливается с лесом, так скажем, как единый гигантский организм. Вот здесь вот таится много, много, много всего. И мы сейчас немножко об этом поговорим. Опять-таки, снова остановимся на специфике компьютерной коммуникации. Коммуникация ЭВМ это не общение, а обмен информацией, некими состояниями своей системы. И этот обмен информацией происходит на искусственных языках, да, которые открыты. Он детерминирован, полностью дискретен, он ориентирован на значение, а не на смысл. Да, и в основе его лежит бинарный коммуникативный код сообщения значения 0 или 1. Это все мы, все вы, надеюсь, знаете. Вот эта вот система, она, на ней все строится, на ней создается вот это вот глобальное здание искусственного интеллекта. Вот. И, конечно, ясно, что коммуникация компьютера сугубо интеллектуальна и рациональна, голая от всяких других примесей. Информация от сообщения состояния определенности или неопределенности. Вот это вот обмен и происходит. И поэтому каждый коммуникативный акт компьютера предопределен и сосчитан. Абсолютно рационален. А вот человеческая интеллект, интеллектуальность, рациональность, она иная. Каждый коммуникативный акт человека, он основан на смысле, а не на информации. И тут, конечно, чтобы это разъяснить, надо там еще лекцию или не одну. Опять-таки, я здесь проскочу просто как тезисом. Смысл включает эмоциональный компонент и неопределенность. В основе неопределенности лежит понятие актуальной бесконечности. Вот эта вот вещь, из которой растет наша религия, понятие Бога, трансцендентности, вот это та вещь, которая для нашей рациональности базовая, которая компьютеру, ну, никогда не будет понятно и доступна. Никогда он не поймет, что такое актуальная бесконечность. Это абсолютно недостижимо. Вот такие две рациональности у нас встречаются, когда человек общается с компьютером. Вот. Но это не нейтральная встреча, да, человека и компьютера. Это встреча, которая меняет, как я сказал, общество и меняет самого человека. Вот. Мы, в принципе, сегодня, вот я вам рассказал, что начинали с калькулятора, да, потом печатная машинка компьютера был, потом уже какие-то там информационные его помощь. Но всегда и до сих пор мы рассматриваем компьютер как инструментальное расширение возможностей человека. Но если отвертка это расширение там чисто руки, скажем так, то компьютер, он дает нам расширение коммуникативных возможностей. Как мы с вами хорошо знаем, это очень существенное расширение коммуникативных возможностей. Скорости до скоростей света, расстояние до бесконечности их расстояния, доступность, до абсолютной доступности. То есть это не какая-то там частичная, это вам не отвертка. И вот тут мы подошли уже практически к сердцу нашего лекции. Пользуясь компьютером, человек постепенно переходит на компьютерные модели коммуникации. Во многом тоже потому, что компьютерная коммуникация искусственного интеллекта построена по модели человеческой. Вот здесь мы увидим, что человек учит компьютер, а компьютер учит человека. Что из этого получается? Как компьютер учит человека, как происходит компьютерная трансформация человеческой коммуникации вследствие того, что человек использует этого помощника? Во-первых, адаптация человеческой речи к компьютерному сообщению. мы должны так построить нашу речь, чтобы она передалась компьютерам. Второе, адаптация траектории сообщения к компьютерной сети. То есть, мы передадим наши сообщения, чтобы оно через эти интернет и другие связи передалось туда, на другой континент. Третье, адаптация данных и смысла для компьютерного сообщения. то есть, мы уже вложим тот смысл, который компьютер, условно говоря, сможет понять и сможет передать. Вот цена того, что мы пользуемся компьютером как инструментом. То есть, мы должны что-то очень сильно упростить. А последствия этого последствия простые. Мы будем мыслить как компьютеры. Что это значит? Ну, во-первых, адаптация как последствия, адаптация коммуникативного разнообразия нашей речи к простоте компьютерной формы. Во-вторых, форма человеческой коммуникации приобретает форму компьютерной по мере расширения и мощи ИКТ. То есть, мы все больше будем как компьютеры общаться. Ну, и, наконец, третье. Социальная коммуникация, то есть, общество, формы социальной коммуникации, то есть, общество будут выстраиваться по моделям информационно-коммуникационных технологий. Вот такие глобальные последствия. А примеры за примерами далеко ходить не надо. Вот, например, эпистолярное творчество по e-mail. Вы, наверное, видели, какое эпистолярное творчество было там у Достоевского, там, или Дидро, да, с письмами друг к другу, Чехова. Вот это эпистолярное творчество сегодня ушло, да, мы не пишем, как правило, письма рукой, да, мы пишем e-mail, и согласитесь, что то эпистолярное творчество, которое наши потомки будут собирать из наших e-mail, оно очень сильно отличается от писем Пушкина или Чехова. Или поздравления по WhatsApp, да, раньше это были открыточки, там, красиво там писали, посылали, готовились к этому, там, заранее, и так далее, покупали. Вот сейчас поздравляем с Новым Годом, с Днем Рождения по WhatsApp. Согласитесь, это абсолютно другое поздравление, да, даже рядом. Или еще больше, сайты знакомств, да, раньше это было брачные церемонии, и все эти снохи, там, и все эти ритуалы колоссальные, да, вокруг этого. Вот, сейчас мы знакомимся на сайте знакомств, даже на остановку уже не надо ходить, да, то есть это тоже абсолютно другое знакомство, чем то, что было раньше. Вот, так что, вот, упрощение. Ну, и происходит обратный процесс, уже, когда искусственный интеллект обогащается нами, то есть мы же его создаем, стараемся вложить в него жизнь, мы его там усложняем, мы, то есть мы стремимся придать формам компьютерного сообщения человеческую размерность и человеческую эстетику, а живите автомат. И в частности это происходит путем усложнения параметров, богатства эстетики коммуникации, и действительно это же вот не просто какая-то азбука морза, да, это уже очень такое, наша компьютерная коммуникация на самом деле очень живая и разнообразная, влюбляются по ватсапу и так далее. И, конечно, происходит вот эта информационная насыщенность, мультипараметризация, которая и приводит к возникновению понятия искусственного интеллекта. Человек стремится придать машине жизни формы настоящего интеллекта. Вот что такое искусственный интеллект, как идея. Но пока подчеркиваю прогресс невелик. Сложность сети сегодня соответствует уровню пиявки. Поэтому вот она у меня здесь изображена, чтобы мы понимали, через какое узкое горлышко нам приходится и придется наш интеллект, может достижение нашей эволюции пропускать и что из этого получится. То есть конечно происходит взаимное движение и взаимо обогащение вдруг через это, но и взаимовнедрение. То есть человеческая коммуникация в итоге подпадает под контроль компьютерной по мере того, как компьютерные технологии начинают доминировать. Ну и вот мы подошли к последней главе, что несут с собой соцсети. Да, это уже последствия, как говорится, то, что мы получаем в результате как некая конечная картинка. Давайте вспомним вообще как они появились, эти соцсети, даже в эту нашу компьютерную эпоху, исторический форум. В 90-х годах были просто доски объявлений компьютерные, да, очень похожие на наши обычные доски объявлений. Потом пошла волна дневников, да, когда начинали писать, там, делиться, вот, все это было еще не так мобильно, не так интенсивно обменивалось, да, из вот той доли интимности, которой и нашим дневникам свойственно, да, разговор с самим собой. ну и наконец вся эта динамика мобильности создала мессенджеры, когда все происходит быстро, кратко и так далее. Ну, то, что мы имеем. И, наконец, вот социальные сети, где уже практически второе наше присутствие. Ну, а мотивы выхода в сеть, которые сначала для социологов были, ну, очень узкими, как бы, не очевидными, да, потом оказалось, что все ими просто обуем. Ну, первый мотив демонстрационное поведение. Мы выходим в сеть, чтобы нас показать, да, ну, вот понятие инстаграма здесь обо всем говорит. Но если бы это было только так, то соцсетей бы не возникло, этого слишком мало. Или мы, наоборот, стали очень хотеть себя продемонстрировать. Второй такой мотив мощный, который нами руководствует обмен мнениями. Да, постепенно мы видим вот самолюбование, так скажем, возник интенсивный интенсивный обмен мнениями. И продолжается. Ну, и, наконец, блогинг тоже, как такая мощная волна, когда вся журналистика превратилась практически в такой формат, когда можно себя выразить, можно создать целые СМИ на основе там своей деятельности, своих талантов. Вот такие мощные мотивы в принципе и побудили к созданию. Но вот получилось так, что из инструмента обмена сообщениями просто соцсети превратились в виртуальную модель социального порядка. Как это произошло? Попробую здесь тоже объяснить свой тезис. И действительно, ну, начнем с того, что сегодня общество соцсетей это действительно самостоятельное, можно сказать, автономное, виртуальное общество, аналогичное нашему обществу и без которого наша жизнь тоже не мыслится. Вот как говорил Марк Сукерберг, кого не существует в Фейсбуке, того вообще не существует. Ну, обобщим это на все соцсети. Вот, и как вот это произошло, и главное, к чему это ведет. Вот, я здесь хотел бы еще вот на теории слабых связей остановиться, и чем отличаются они от других типов ранее исследованных в социологии институциональных связей. Модели устойчивых социальных связей, которые раньше социология себя посвящала, это вот род, семья, народ, государство, другие. Что это? Во-первых, это институционализированные социальные связки. Их делают такими обязательными и устойчивыми нормативно-правовые основания. И, собственно, цивилизация возникла и достигла этих вот высот, потому, что нашлись такие способы инструмента нормативно-правовые основания, которые прибивают гвоздями людей друг к другу. Границы делают нерушимыми. Народ объединенных семью, семью, связанные такими глубокими интимными связями. Вот что такое устойчивые социальные связи, которые не сети. А вот что такое каковы модели слабых социальных связей? Это группа, клуб, секта, клан, как я сказал. То есть это вещи, в которых тоже присутствуют конечно нормативный момент, почему люди вместе друг с другом находятся. Рядно, что привязывает, там клубное членство, или там санкции, которые наказывают. Но тем не менее это далеко вот не такие жесткие прямо гвозди. связи, это эти социальные связки слабо институционизированы. То есть есть право выхода из этих обществ, например, той или иной ценой. И они оперативны, да, собрались, разошлись. То есть вот те социальные связи, они динамичны прежде всего. И вот когда говорят про вот эти соцсети, они формируются вот совершенно какими-то могут очень оперативными какими-то легкими коммуникациями. Например, распространение инфекций. Это тоже соцсеть, как это ни странно. Распространение эпидемий. Те, кто изучают эпидемиологи, они строят сразу сети, как распространяется инфекция от одного к другому. Вот очень типичный способ формирования сети. Чихнул и вот уже сеть создается. Вот. Но что тут важно? То, что у этих соцсетей есть естественные пределы таких сообществ. Клуб это всегда очень ограничено. Секта тоже. Это вот секта, клан, группа. То есть невозможно клубом сделать сотни тысяч человек, превратить клуб в государство или в народ, или секту превратить в религию. туда уже перестанет быть сектой. Так вот, представьте себе, если барьеры роста таких сообществ исчезнут. Если вот они начнут расти, вот так инфекция потеряет свои границы, вот тогда возникнут глобальные сетевые сообщества. Глобальные сетевые сообщества, то, чего раньше никогда не было. И вот что мы имеем сегодня, это как раз и есть результат встречи компьютера и человека. Компьютерная рациональность диктует людям методы установления отношений. И вот эти вот методы, а мы с вами видели, что они интеллектуальные, жесткие, рациональные, просчитанные, и сам компьютер со своей сетью очень прочной, они подпирают человеческую коммуникацию. Поэтому новые социальные связи сегодня диктуются и генерируются на основе компьютерной рациональности с помощью вот этих всех компьютерных инструментов. И возникает новое качество социальных обществ, которые опираются не на исторические естественные формы социальной связи, а на сетевую компьютерную рациональность. Это машины форматной связи, формализованные, но оперативные и слабые, ложатся в основу социальных связей и общностей. И вот человеческое общество получает в виде своей новой основы социальную машинную сеть. То есть компьютерная мега-сеть она достраивает в качестве подпорки человеческое сообщество как социальную сеть. И поэтому трансформируется природа нашего общества, его способы жизни функционируют. То, что раньше было невозможно, сейчас с помощью компьютера, компьютерных сетей стало реальностью. Стало сетями, из которых сорвана наша жизнь. И мы с вами эти сети в них живем. во-первых, основой коммуникативной связи стал мобильный телефон. он у нас всегда и везде рядом с нами, и он такая основа вот этой сетевой связи. Мессенджеры и паблики в социальных сетях превратились в устойчивые площадки нашего присутствия. Мы тоже там постоянно в этой сети. Идем дальше. Транспортные сети, они сейчас тоже все опоясали, и это тоже такая технологическая подпорка, которая изменила характер в нашей мобильности. Мы способны выехать везде куда угодно в любой момент. Новое качество финансовой связанности. Если раньше там банков не было, или они только в твоей стране, в твоей городе, то сейчас это мгновенные транзакции, и это изменило локальную природу экономической деятельности. Не надо брать с собой денег, когда едешь в Буркино-Фасо. активные путешествия, они преобразовали качество связанности мира, знакомства друг с другом, глобальности. Ну и даже вот наш опыт в дистанционной работе и коммуникации, он тоже оторвал нас от необходимости физической коммуникации, как мы убедились. Мы можем не ездить на конференции, провести свой бизнес и так, то есть думали, что раньше умеем пользоваться вот этими всеми скайпами и прочее, окажется, можно на порядок их присутствие и эффективность расширить. Вот, то есть мы опутаны сетями и это все технологические, которые помогли нам погрузиться в такую вот структуру общества, которую раньше даже придумать мы не могли. Ну, подвожу итоги. мы все те же, но живем и по-другому. И как я показал, вот те грандиозные изменения последнего поколения, они даже более существенны, чем то, что принес нам паровая машина или двигатель внутреннего сгорания. Вот эти индустриальные штучки, они изменили нашу внешность. А вот то, что мы нам пришло в последнее поколение, они изменили нашу внутренность, наше мышление, наши мозги. И это выражается в частности в том, уже не касательно даже как функционирует на наши мозги, то, что информация давлеет над знанием. То есть мы превращаемся в такие вот псевдокомпьютеры, то есть такие киборги, биокиборги, носители искусственного интеллекта, которые вот здесь начинают они в компьютерах пускать корни. Третье, информационная коммуникация порождает сети. И усиление, чем больше усиливается присутствие информационно-коммуникационных технологий, чем мощнее процессоры, чем лучше сети, чем быстрее бегают электроны по ним, тем в нашей жизни становится сетей больше. И уже сейчас социологу скажешь, а вот Макс Выбор, у него вообще ни разу слово сеть не появлялось. То есть это уже очень странно. Как-то самое главное, с чего социолог должен начинать, а вот такие классики Маркса, они даже не знали об этом. Потому что наша жизнь социальная так сильно изменилась. И что при этом происходит? Мы моделируем искусственный интеллект по нашему подобию нейросетей. А вот искусственный интеллект моделирует нас по своему подобию. И у него уже его инфраструктура настолько мощная и живая, что мне кажется у него больше получается, чем у нас с ним. У него с нами лучше получается, чем у нас с ним. И мы мыслим как компьютеры. Может быть не сегодня, но завтра уж наверняка. И формы жизни, которые мы строим, социальные сети. Да, это еще наши человеческие как бы сети, но завтра они все будут больше вот такими компьютерно, компьютерообразными. И вот что важно, социальные сети как форма коммуникации превращает, то есть достраивает наше общество до мега социальной сети. Что это значит? Это значит то, что мы сегодня никак не можем прогнозировать общество, с которым будем иметь дело завтра. Вот тысячелетиями традиционное общество могли, потому что все примерно повторялось. да, а сегодня мы, ну во всяком случае я вот как тезис утверждаю одно, что возникнет вот это общество совершенно другого типа, как мега социальная сеть, у нас никогда этого не было, мы не знаем как оно будет себя вести, может оно там мега войну создает, может наоборот оно полностью избавится и никогда уже не будет войн, может быть еще что-то, то есть это вот терраинкогнито нашего общества завтрашнего дня это терраинкогнито вот, но ясно, что по ходу строительства этого вот нового дивного мира и общества мы стандартизируемся, связываемся и упрощаемся мы аналоги процессоров этой социальной сети, а не персоны какими мы видели себя вчера, во всяком случае как тренд это абсолютно присутствует и является некой такой угрозой нашего развития ну что, вот собственно на такой вот ноте некоторых обобщений я бы сегодня хотел закончить так как вы видите это не напрямую касается наших электронных библиотек и прочего но это и есть как мне кажется скелет информационного ландшафта почему все выстраиваться так как оно выстраивается и мне кажется учитывать это на всяком случае полезно вот вам финальный кадр очень интересный сериал аниме лейн кому интересно вот это вообще тема советую посмотреть как происходит погружение японский мультик а японцы в этом очень тонко чувствуют вот эти вещи вот еще приглашаю вас на конференцию которую мы сейчас начнем распространять информацию цифровые технологии ресурсы повышения квалификации это конференция которую проводит наша любимая директ академия она произойдет 30 июня и что очень важно это очная конференция а никакая не виртуальная и наша заочная и место встречи будет очень такое знаковое точка кипения живой такое на место дискуссии вот приглашаю вас участие свободно бесплатно информацию найдете на сайте директ академии вот благодарю за внимание надеюсь что было интересно так сейчас посмотрим вопрос этот дивный новый мир права человека личность становится мервищей не выдаем ли мы желаем из-за действительной но это во многом пока только как тезис и слоган вот но в общем он уже достаточно давно озвучен и в целом человечество все таки двигается по этому пути ну и как я сказал нас ожидает еще несколько ключевых шагов вперед а там посмотрим что будет так по моему больше вопросов не было ну что ж всем дорогие коллеги хорошего дня вот и приходите в директ академию на наши познавательные вебинары всего доброго вот 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 Продолжение следует...